Итак, друзья, сейчас мы увидим самый крупный и самый тяжелый организм на планете Земля. Осталось совсем чуть-чуть. Продолжение следует... 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 Во многих частях парка есть упавшие секвой и дендроны или секвойи, на которых можно просто замечательно рассмотреть корневища, потому что они падают и, собственно говоря, вот как выглядит этот корень, его структура напоминает чем-то цветок, если смотреть издалека. В общем-то, дерево как дерево, ничего примечательного, за исключением того, что гигантский, огромный корень, но это еще не самое большое упавшее дерево, мы еще там увидим дальше. Наш первый чекпоинт это вот этот вот монолит, гранитный уступ, который находится в центре парка и дает возможность забраться наверх по ступенькам, по лестнице, которая там была сделана еще в прошлом веке и увидеть вот эту вот часть, это южная часть, долина, которая была видна, когда мы сюда ехали. Мы собираемся это сделать. Вперед! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, так это хорошо, что есть еще ступеньки. Забираться действительно очень тяжело. Они здесь наполовину вылиты, наполовину вырезаны из камня. Ну и вот он вид на горы Сьерра-Невада, где-то там находится Уитни, одна из самых, самая высокая точка в континентальной Америке. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и на вершине Моро-Рок. Друзья, чуть больше двух километров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Наш следующий чекпоинт это посмотреть дерево, которое называется Президент. Когда-то оно было вторым деревом после самого крупного дерева, которое мы еще увидим. Нам ее еще предстоит увидеть. Но оно потом оспаривало эту пальму первого, второго дерева самого большого по объему с деревом Генерал Грант. Но Генерал Грант еще дальше, чем дерево, которое самое большое. Ну а мы увидим, наверное сейчас у нас третья в мире по объему дерева. Поэтому небольшой хайк к нему предстоит. И мы увидим также группу, которая называется Сенат. Сенат. 2 2 3 5 5 5 8 ắn Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok чтобы потом те, кто работал, рабочие, могли ими пользоваться. Шел-шел себе, и тропинка проходит через что бы вы думали. А вот через что. Охренеть. Так а там еще и осы гудят. Там осиное гнездо. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, сейчас мы увидим самый крупный и самый тяжелый организм на планете Земля. Осталось совсем чуть-чуть. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вы готовы увидеть самый крупный живой организм на Земле, самое большое по объему дерево? Вот он, генерал Шерман, с собственной персоной. Почти 2000 тонн, 85 метров высотой. Вот этот вот гигант здесь стоит уже примерно 2500 лет. Ну там варьируется от 2300 до 2700, ну в среднем где-то 2500 лет. Его объем, его объема древесины достаточно, чтобы построить 140 маленьких домиков. Ну, деревянных домиков. Да, шикарно, шикарно, шикарно. С той стороны была ветвь, она упала и чуть-чуть его вес уменьшился. Но все равно впечатляет, впечатляет. Лет 30 назад вот эта ветка упала от генерала и, собственно, немного его вес уменьшился. Он развалился на несколько частей. КОНЕЦ Неподалек от генерала Шерман, есть интересная штука. Это кусок, распиленный продольно секвойи, на котором можно увидеть огромное количество годичных колец. Если их посчитать, то можно узнать его возраст. Они очень мелкие и очень-очень много. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok